Ребятки, сейчас расскажу очень интересную и смешную тему. Одновременно и смешно, и очень грустно. Рассказываю, как рекрутируют в настоящее время супер-мега-бупер-лидеры из разных сетевых компаний. В общем, тема, как рекрутировать сетевиков и не ложануть, и не ударить в грязь лицом. На связи Динара Смирицкая. Сегодня днем проводила я зум-конференцию с двумя сетевиками из компании X. Молодой человек, который вышел на доход примерно 7-10 тысяч рублей в месяц. И лидер с неизвестной мне зарплатой. То есть, видимо, молодой человек пригласил этого лидера, чтобы лидер меня протестировала, на меня посмотрела и в свою очередь зарекрутировала к себе. Хотя молодой человек явно проявил интерес к моей компании. И если бы я с ним общалась тет-а-тет, он бы точно пришел ко мне. Однозначно. Потому что я видела, что опыта у человека мало. В его компании толком ничему его не обучают. Зарплата уже несколько месяцев крутится вокруг 70 тысяч. Ну, это 7-10, да, озвучиваю. Ну, как бы не серьезно. Поэтому, поэтому. Первое, что хочется сказать всем сетевикам. Неважно, какой компании. Когда вы рекрутируете другого сетевика, тем более, что в начале собеседования мы же всегда представляемся, кто мы, что мы, какой опыт, через что мы прошли. Да, вы более-менее должны чувствовать, что перед вами сетевик хоть с небольшим, но с опытом. То есть, перед вами сетевик не глупый, не новичок, которому можно вешать на уши все подряд любую лапшу. Так вот, что произошло. Я в целом, что хотела сказать. Ребята, не надо врать. Умоляю, не надо врать. Будьте искренними. Говорите искренне о своих достижениях, о своих доходах, о своей команде, о своих неудачах, о своих проигрышах, о своих спадах и подъемах. Понимаете? Если вы со своим собеседником, которого вы хотите зарекрутировать в свою команду, будете искренне и не будете вешать лапшу на уши, это будет выглядеть намного, намного круче. Я уже даже не знаю, каким глазом подмигнуть. Ребят, когда лидер, вроде бы чуть ли не с 20-летним опытом в сетевой индустрии, 20 лет человек в сетевой индустрии, с неплохой командой, с неплохой, предполагаю, зарплатой, хотя человек мне ее не озвучил, ну да ладно. Начинает мне заливать, ой, какой-то у вас маркетинг плохой, ой, какой-то у вас товарооборот слишком большой для лидерской квалификации, да и автобонус у вас какой-то плохой. Да, действительно, у нас плохой автобонус, плавающий автобонус, который зависит от прироста твоего группового оборота. И поэтому мой лидер в этом месяце получила не 50 тысяч, как во всех компаниях, а 100 тысяч автобонус. Да, конечно, он плохой, господи! Я говорю, окей, все плохо. Я говорю, чем же хорош ваш яхонтовый маркетинг? Ну вот у нас такой маркетинг и такой крутой продукт, что у нас каждый новичок, внимание, зум я проводила на троих, еще раз, был молодой человек, который вышел на меня в инстаграме, у которого зарплата в этой компании X около 10 тысяч рублей, причем он там уже несколько месяцев, и вот этот лидер. И вот что она говорит, еще раз повторюсь, чтобы вы поняли, чтобы вы оценили суть маразма. У нас каждый новичок, любой новичок может заработать в первый месяц, в первый месяц 200 тысяч рублей. Я говорю, да что вы говорите? Я говорю, ну вот я держу блокнотик и ручку, перечислить мне всех ваших новичков пофамильно, кто у вас в первый месяц заработал 200 тысяч рублей. Господа, я в сетевой индустрии 5 лет, да не 10, не 20, не 30. Я в сетевой индустрии работаю в социальных сетях, развиваю свои социальные сети. Я подписана на очень многих сетевиков, на очень крупных сетевиков, которые не боятся выкладывать свои чеки в сеть. Я пришла из других сетевых компаний, где я видела текучку лидеров, как из одной компании в другую перетекали лидеры, даже с очень-очень большими зарплатами и статусами. Ребята, на моей короткой памяти нет ни одного человека, который придя в компанию с нуля, она, кстати, мне это подчеркнула, нет-нет-нет, придя без команды, с нуля, без опыта, заработал бы 200 тысяч рублей. Я вам расскажу, кто такое может сделать. Блогер. Кстати, обращаюсь ко всем блогерам мира. Вот блогер такой результат может получить, потому что у блогера очень много подписчиков, да, блогеры бывают разные и 10 тысяч, и 50, и 100, и 500 тысяч, и даже блогеры-миллионники. Естественно, им аудитория доверяет, ценит каждое слово, любую рекламу воспринимает на веру, да, соответственно, когда блогер, да, показывает какой-то продукт и говорит, ребята, вот от души советую такой продукт, и тот, и тот, и делает, и пятое, и десятое, естественно, если даже 1% его подписчиков купит этот продукт, 1%, внимание, ребят, он уже озолотится, понимаете, то есть у него может быть зарплата и стоит 200, и 500, и даже миллион в первый же месяц. То есть тут зависит от того, какой блогер с какими подписчиками и какой процент подписчиков купит этот продукт. Ну, вы должны это понимать, я думаю. Не буду называть пофамильнее, называть компанию, но я подписана в сети на одного мега-крутого блогера, мега-крутого лидера, который полгода назад, перейдя из одной компании в другую, первый месяц заработал только где-то 170 тысяч рублей, приведя за собой огромную команду. Ребят, понимаете, то есть помимо того, что он крупный блогер, у него еще была команда в предыдущей компании, где он был чуть ли не яхонтовым директором, и даже он заработал при всем крутом маркетинге 170 тысяч рублей. Вопрос, зачем врать? Зачем врать? Смотрите, объясняю, чтобы было понятно. Если мне эта лидер сказала, Динар, у нас настолько крутые методики работы, мы настолько круто обучаем свою команду, что ты уже на четвертый месяц, ну, четвертый терапиатный, в зависимости от того, сколько ты будешь вкладываться в работу, выйдешь на доход от 100 тысяч рублей, ребят, вот вот я задумалась, я бы ей стала задавать вопросы, а какие методы, чем мотивируете, чем вы обладаете, что вы как лидер можете мне предложить. Вы понимаете, ребят, вы должны осознавать, когда рекрутируете другого сетевика, что вы как лидер можете предложить. Если вы новичок, что ваш лидер для вашей команды, и вот для этого сетевика, может предложить, чтобы этот человек сменил род деятельности. Сейчас, по-моему, любой знает, что в сетевой индустрии невозможно заработать 50 тысяч, даже если ты пришел с командой. Ну, то есть это единичные случаи, понимаете? То есть даже если ты пришел с командой, с людьми, это единичные случаи, где люди сразу зарабатывают хорошую такую зарплату, да, приличную. 50, 60, 100 и так далее. Это единицы, которых мы с вами, простые смертные, никогда не повторим. Поэтому, когда передо мной сидит человек с 20-летним опытом, лидер с зарплатой, рядом с тобой сидит твой новичок с зарплатой в 10 тысяч, ты при нем без стына, без совести произносишь цифру 200 штук, не понимая вообще, о чем ты говоришь. Ну, это вот просто диву даешься. Ну, как так можно? К сожалению, на эту лапшу очень многие у нас ведутся. К большому сожалению, именно поэтому записываю это видео. Ребят, не ведитесь на это вранье, не ведитесь на эти сказки. Вы никогда в сетевой индустрии не заработаете большие деньги в первые, там, я не знаю, даже не один месяц, а, наверное, два месяца. Тем более с нуля. Вы понимаете, люди с командами приходят в индустрию и не зарабатывают в первый месяц ничего, потому что раскачиваются, потому что знакомятся с продуктом. Понимаете? А тут человек заявляет, что у него есть методы, благодаря которым любой с нуля сделает 200. Я говорю, хорошо, вот вы сами посудите, пожалуйста, если бы все ваши новички приходили и в первый же месяц сделали бы 200, все новички, если вы обладаете такими знаниями. А почему вы до сих пор не миллионер? Почему у вас до сих пор зарплата не 10 миллионов в месяц? Ну, почему у тебя тогда зарплата не 10 лямов, если ты такая умная? И вот вы знаете, что у многих так работает мозг, что вот этот пазл у новичков не сходится в голове. И бедные несчастные новички ведутся на эту лапшу. Ой, мне тетя Зина сказала, что она знает, как заработать 200, потому что кто-то 20 лет назад заработал 400. Господа, будьте умнее. У вас у каждого наверняка есть высшее образование, есть семьи, дети. Ну, то есть надо немножечко шевелить головой, чтобы на эту чушь вестись. И господа лидеры, господа рекрутеры, если вы рекрутируете людей из других компаний, выглядите достойно, выглядите умнее, почитайте книжки, сходите на какие-то тренинги, но не будьте дураками. Мораль серии басни Такован. Если вы рекрутируете человека из другой сетевой компании, первое, не врать. Второе, показывать свой чек, какой бы он ни был, показывать свои результаты, какие бы они ни были, и достойно о них говорить. Без всяких там, ой, ну я бы только пришел, я еще только на самом деле разбираюсь, а на самом деле у моих лидеров намного больше заплата. Я даже знаю людей, которые 200 и 300 сделали в первый месяц. Не надо это говорить четко и по делу. Я пришла в июне в компанию Siberian Wellness. Я не могла заявлять в социальных сетях об этой компании, потому что я завершала свою деятельность с другой фирмой. Я работала только со своей клиентской базой. Я заработала 11 600. Уже 11 600 за первый месяц работы втихаря, в тиши, без одной социальной сети, закрывая склад с другой компанией. 11 600. Потому что Siberian Wellness дает сумасшедший крутой кэшбэк. 25% на все продажи. Бонус начка. Премии различные. Пожалуйста. Поэтому моя зарплата 11 600. Да, не 200 тысяч, которые никто никогда не делал и не сделает. Единицы из миллиарда сетевиков. А именно 11 600. С гордостью, с чувством. Достойно. Понимаете? Еще раз повторюсь. Первое. Не врать. Второе. Открыто говорить о своих результатах и не стесняться показывать их. Третье. Не выглядеть дураками. Не говорить о чем вы не знаете. То есть, если вы не знаете, допустим, о своей автопрограмме. Так и говорите. Я пока не разобрался. Если вы не знаете о тревел-бонусе. Так и надо говорить. Я пока не изучала этот вопрос. Но можно позвонить на поддержку. Посмотреть наш крутой сайт. Там все написано, все условия. То есть, если вас интересует тревел-программа, автопрограмма, вы открываете сайт, раздел инфопортал и все читаете и изучаете. Я пока что занимаюсь усиленно рекрутингом, продажами. Иду к своей первой директорской квалификации. Меня это пока что не так, чтобы сильно интересовало. Но когда я дойду до этой программы, я, конечно же, ее изучу, чтобы не наделать ошибок. Далее, понимать, четко понимать, что вы, как лидер, можете дать вот данному человеку, которого приглашаете в свой бизнес. Что вы можете ему предложить? Чем вы можете ему помочь? Почему вместе с вами он будет развиваться лучше, интенсивнее? Почему именно с вами он будет достигать своих целей? Достигать того желаемого уровня дохода? Вы должны до человека это нормально, членораздельно донести. А не вешать лапшу про какие-то феерические суммы и доходы, и яхомтовые маркетинги. Маркетинг в сетевой индустрии не так, чтобы сильно важен. Понимаете? В любой компании можно добиться результатов, если делать. Вопрос просто времени, трудозатрат, силозатрат. Но в любой компании можно достигнуть результата. И вы человеку должны донести мысль, что вот я со своей командой, у меня есть такая-то методика, а мы продвигаемся так-то, так-то и так-то, обучаемся тому-то и тому-то. Проводим такие-то конференции, такие-то зумы, такие-то встречи, вот у нас такие-то магазины, ну и так далее, и так далее. То есть человек на том проводе, на стороне, должен понимать, что вы дадите ему как лидер. Расскажите про свою ценность, про ценность вас как лидера, про ценность вашей команды, про ценность вашего обучения. И покажите результаты людей, которые благодаря вот этой ценности уже добились результатов. Или покажите результаты своего лидера. Понимаете? То есть закрепляйте результатами все, о чем вы говорите, это очень важно. И вот, ребятки, соблюдая вот эти три правила, три незатейливых правила, не врать, быть честными, открытыми, без боязни, без стыда рассказывать о своих результатах и показать, что вы, как лидер, можете дать человеку, уже приведет к вас успешному рекрутингу. Три правила настолько простые, но почему-то так сложно выполнимые, особенно многими крупными лидерами. Почему-то вот чем крупнее лидер, тем он больше забирается, тем он больше делает ошибок в рекрутинге. Это очень и очень печально. Три простых правила ведения диалога, и ты всегда будешь на коне. Ты будешь успешным рекрутером, к тебе будут приходить люди из разной сетевой индустрии, из разных сетевых компаний, потому что ты будешь правильно показывать свою ценность, ценность своей команды, ценность обучения вашей команды. Ты не будешь врать, ты будешь открыт и честен. Именно это и нравится людям, именно это люди ценят, оценивают и приходят к тебе как к лидеру. В нашей команде профессии 21 века компании Siberian Wellness ты не заработаешь 200 тысяч рублей в первый месяц работы, особенно если у тебя нет опыта в сетевой индустрии, и ты абсолютно новичок. Но наши методы позволяют в первый же месяц получить первые деньги, тысячу, пять, десять тысяч рублей. Мы даем методики, благодаря которым ты можешь либо продавать, либо рекрутировать, учиться этому, если ты до этого с этим был не знаком, получать свои первые деньги, показывать результат в сети, транслировать свой результат, учиться рекрутировать, учиться общаться и выходить на более крупный результат, расти по этой лесенке успеха. Мы тебя к этому успеху приведем. Я приглашаю тебя в компанию Siberian Wellness в команду профессия 21 века. Все мои контакты под этим видео. С вами была Динара Смитская.